Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канал 16, передача «Актуальное интервью». И в гостях у меня тренеры спортивной школы «Экар» Екатерина Колганова и Елена Пугачева. Здравствуйте! 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 Приятно видеть таких красивых, симпатичных, как в кавказской пленнице, спортсменки, комсомолки, просто красавицы. Давайте начнем с общей информации о школе, о воспитанниках. Все-таки секция гимнастики на «Экаре». Сколько сейчас там занимается девушек? Девочек. Гимнастика – это детский вид спорта. И гимнастки начинают заниматься с 4 до 16 примерно лет у нас. Если девочки показывают какой-то очень хороший результат, то у них есть шанс перейти в школу Олимпийского резерва. Но в основном дети занимаются у нас, у нас спортивная школа. И у каждого тренера существуют три возрастные группы, начиная от самых маленьких – это спортивно-оздоровительная группа, группа начальной подготовки первого, второго года обучения, а дальше начинаются тренировочные группы первого, второго, третьего, четвертого года обучения. Вот такой вопрос, извините, перебью. А до какого возраста гимнастки еще, будем говорить, выступают на соревнованиях? Наверное, так, да? Ведь все-таки это соревновательный вид спорта. Вообще художественная гимнастика – молодой вид спорта. И у нас до 16 лет, 16-17 гимнастки могут выступать. Если девочка добилась высоких результатов, если есть возможность ее куда-то передать, она, конечно, может выступать и дальше. Но в основном у нас до 16-17 лет. Это то, что касается школы. Я имею в виду, что когда, понятно, это школа, дальше идет Олимпийский резерв, то есть уже государственное, получается, учреждение, продолжение карьеры. Ну, вообще и мы могли бы ее продолжать тренировать, но, да, наверное, лучше передавать, чтобы получить более высокий уровень и результат спортсмену. А там уже, конечно, как ей позволит здоровье, как и его эмоциональный настрой. Все по-разному занимают. Ну, вернемся к школе. Сколько сейчас тренеров именно гимнастики у нас на Икаре? Ну, тренеров мы считаем достаточно. Значит, это я, Елена Пугачева. Ну, понятно, вот двое уже здесь. Да, двое уже здесь. Еще у нас есть молодой тренер, который вырос в нашей школе. Это Ксения Кузнецова, кандидат мастера спорта по художественной гимнастике. Она учится в спортивном университете. Сейчас оканчивает второй курс. И, конечно, мы будем ждать ее. Она вернется к нам, уже закончив институт. И уже сейчас она работает и ведет начальную подготовку у детей. А также у нас есть еще один тренер, который находится сейчас в декрете. Она приехала к нам из города Саранска, а сама она из города Пенза. Юлия Никольская, да, и она сейчас у нас просто в декрете, но обязательно к нам вернется. Мастер спорта по художественной гимнастике. Такой простой вопрос. Вот у меня девочке, ей 6 лет, наверное, уже поздно, да, в художественную гимнастику. Нет. То есть когда, в какой момент принять решение, что надо отдавать в секцию? В 4-4,5 года. Девочки начинают заниматься в спортивно-оздоровительной группе. Если девочка чуть-чуть опоздала, но, например, ходила в танцы или в какие-то секции, где она просто привыкла уже заниматься, то можно все равно попробовать при том условии, что у девочки данные есть для художественной гимнастики и большое желание заниматься. Какие-то данные? Ну, прежде всего, конечно, на первом месте, я считаю, желание заниматься этим видом спорта. Просто любить этот вид спорта, стараться, внимательно слушать тренера своего. А на втором, это, конечно, хотя, может, иногда и на первом, это данные для художественной гимнастики. Это худощавость тела, одновременно девочка должна быть стройной, с длинными ножками, с длинными ручками, с длинной шеей. Она должна быть как бы выразительной, когда выступает на ковре. И смотреть, как бы не бояться выступать и даже любить немножко это делать. Хотя всему этому мы, конечно, учим девочку в процессе подготовки. Ну, это получается такой отбор, с одной стороны, да, но и параметры для родителей. Ведь в основном родители, скорее всего, приводят девочек в школу. Ну, однозначно. Вот как раз-таки и хочется, чтобы родители понимали, что приводя ребенка в художественную гимнастику, будет отбор. Что мы смотрим по параметрам внешних данных, спортивных данных. И многие родители очень обижаются, когда мы им говорим, что нет вашему ребенку, лучше пойти в другой вид спорта. Хотя, также все это мы объясняем, что недостаточно данных вашему ребенку именно в этот вид спорта, попробуйте в другой. Но родители более иногда бывают настойчивые, чем сами дети. Ну, вот, да, я думаю, что в 4 года, то есть, вот тот параметр, что любить художественную гимнастику, боюсь, что девочек еще не понимают об этом ничего. Совершенно верно. Поэтому мы приучаем девочек заниматься в игровой форме, они просто играют. Заинтересовать. Заинтересовать, интерес развить. Это самое главное. Задача тренера спортивной школы. Ну, вот от 4 до 16. Сколько сейчас всего воспитанниц в секции? Мне кажется, у нас порядка 100-150. Ну, это все равно большое количество, несмотря на отбор. Большое. Ну, у нас достаточно большое количество платных групп. Это как раз-таки дети, которые от 4 до 6 занимаются. Вот. Мы потом проводим отбор этих детей и набираем себе на бюджет. То есть, у нас уже выстроилась довольно-таки хорошая система, что у нас идут платные группы. И затем из этих деток мы отбираем себе на бюджет, который проходит нормативы, которые подходят нам по физическим, по внешним данным. Ты как раз хотела тоже спросить, ведь это же муниципальная школа, да, и однозначно есть бесплатные группы. Вот. То есть, получается, что первичные с 4 до 6 – это обязательно платные. Да, это спортивно-оздоровительные группы. То есть, они там по чуть-чуть занимаются, по полчасика, ну, минут по 40, наверное. Да, да. Все верно. Потом уже вы сами выбираете, кого именно в секцию. Да, да. Из тех, кто уже позанимался. Потому что крайне редко бывает такое, что девочка пришла в 6 лет, и это должен быть одаренный ребенок, который схватит и предмет, и элементы, ту базу, которую мы даем именно вот с 4 до 6 лет. И будет достаточно координирован, потому что бывают дети по фактуре очень красивые, но когда начинается предмет, тут вылезает столько беды, что просто они не могут не схватить, очень долго не понимают объяснения, бывает часами. Часами ты пытаешься объяснить простые вещи, но все равно дело не идет. И бывают дети, которые раз-два, и ты просто вот хлопаешь в ладоши. У меня тоже такое бывает, что «Как она это сделала?» Хотя я с другой билась там час-два, а это взяла и сделала, и потом другое сделала. И ты понимаешь, что с этим ребенком ты пойдешь вперед быстрее. И это, конечно, очень радует любого тренера. Вот слово «предмет» — это непосредственно сам предмет или это все-таки наука какая-то? Это сам предмет. Это как термин какой-то, видимо, внутренний. Это у нас в художественной гимнастике спортивные предметы, инвентарь. У нас дети выступают с программой без предмета, скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. Но, конечно, в зависимости от их возрастной группы они делают определенные виды. То есть все вот эти виды, которые, собственно говоря, на Олимпийских играх и представлены. Да, которые должны освоить гимнастки. Поговорим про результаты, может быть, немножко ваших воспитанниц. На какие соревнования нацелена сейчас школа в основном? И какие, может быть, последние достижения из завоевания наше? В течение года мы ездим на соревнования совершенно разного уровня. Бывают соревнования региональные, бывают соревнования всероссийские. А бывают соревнования просто как матчевые встречи, где маленькие гимнастки соревнуются между городами, чтобы выиграть, чтобы победить, чтобы получить удовольствие, чтобы родители и дети тоже испытали себя на соревнованиях. Потому что родители тоже их испытывают. Потому что это очень волнительно, когда маленькая девочка вышла на ковер и должна исполнить упражнения, должна выразить образ на ковре, должна улыбаться, должна показать все, что она выучила и запомнила. Это очень-очень сложно. И дальше пошли более серьезные соревнования уже. Региональные, межрегиональные, всероссийские соревнования и так далее. А вот эти матчевые встречи, они просто обычно коммерческий как бы турнир? Ну, как будто бы. Да. Много бывает коммерческих соревнований, конечно. И все равно на них приходится часто ездить и нужно для гимнастки, так как частые выступления дают хороший толчок гимнастке выступать, не бояться проявить себя на ковре и более смело в следующий раз делать свое упражнение. Ну, соответственно, тренировочный процесс подводится к соревнованиям. А есть ли какой-то ритм в этих, то есть соревновательный сезон, я так понимаю, у вас существует? Да, совершенно верно. Сейчас вот каникулы идут, отдыхают. Соревновательный сезон с сентября по конец мая, а в июне всегда проходят различные лагеря, сборы спортивные, это учебно-тренировочные сборы и поездки на них, и также сборы наши городские и саровские. Про соревнования. На какие соревнования у нас школа съездила в этом году? Какие результаты? Мы много ездили на соревнованиях, вот как Елена сказала, и на всероссийские, и на нежрегиональные. Разные достижения у нас, потому что много детей, которые участвуют, и призовые есть дети, которые занимают, есть кто занимает не призовые. Про матчевые встречи тоже. В основном мы туда берем маленьких детей, которые еще только начинают свой путь спортсмена, чтобы их замотивировать, потому что там небольшое количество участников, и то есть есть возможность постоять на пьедестале и порадоваться. То есть привить вкус к победе. А уже на всероссийские и на нежрегиональные соревнования, конечно, дети ездят, которые занимаются больше, которые стремятся к дальнейшим достижениям, результатам. Может быть, выделите кого-то из своих воспитанниц, кто у нас занимает призовые места сейчас в городе? Я думаю, что мы никого выделять не будем, чтобы не обижать родителей и самих девочек. Бывает по-разному и по-всякому. Снимаем вопрос, да. Во-первых, и от судейской коллегии гимнастика довольно-таки субъективный вид спорта, и родители иногда задают вопрос, а почему на этих соревнованиях мы получили такую оценку, а на других соревнованиях мы получили другую оценку. Потому что это невозможно, чтобы судья оценил одинаково. И судьи разные на соревнованиях. Поэтому есть у нас тренировочные группы, которые постоянно выезжают и работают на результат. На фоне Нижегородской области, сначала с нее начнем, наша школа как себя показывает? Ну, надо сказать, если сравнивать с Нижегородской областью, там уровень художественной гимнастики очень высокий. И поскольку в нашем городе художественная гимнастика довольно-таки недавно развивается, мы на среднем уровне. Вообще хотим похвалиться, что мы с Еленой Владимировной очень стараемся. И нас уже знают в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области. Если раньше даже, когда представляли гимнастку, вызывали, что это за город Саров, а сейчас они знают, что это Саров. Да, традиционная ошибка с ударением. Да, поэтому нам очень приятно. И мы работаем над тем, чтобы уровень наших гимнасток становился выше. Вопрос с выездом на межрегиональный. То есть, я так понимаю, начинается все с соревнований с Нижегородской области? Ну, не считая матчевые, да? То есть, официальные соревнования. В основном, да. Начинается, наверное, больше с наших соревнований. С наших городских только сначала. То есть, сначала отбор внутри. Кто поедет? Да, совершенно верно. Потом в Нижний, на региональный. Не обязательно, это может быть Нижний Новгород, но Нижегородская область. Но проводят областная федерация, условно говоря. Нет. Как вообще это построен механизм? Мне вот это интересно. Нет, вообще, все соревнования, желающие спортивные школы провести соревнования на своей базе, они подают желание в федерацию Нижегородской области. Эти соревнования ставятся в календарный план Нижегородской области. И, соответственно, непосредственное проведение соревнований идет за спортивные школы, которые организовывают эти соревнования. То есть, в принципе, наша школа может и региональный этап, допустим, организовать? Может, но это нужно очень много соблюсти правила и, опять же, подать заявку, чтобы Федерация Нижегородской области приехала, посмотрела, есть ли у нас все условия для проведения таких соревнований, потому что все-таки нужен и потолок, и большая площадка, и место для зрителей. У нас, наверное, недостаточная в этом плане база. Недостаточная. Это вот наш, на самом деле, больной вопрос. Больной вопрос, да. У нас нет своей площадки как таковой, нет своего зала, потому что мы занимаемся в зале легкой атлетики. Ну, где беговая дорожка. Да, в «Дельфине» мы занимаемся, в зале у нас там низкий потолок, и дети, которые вот доходят уже до первого разряда, они просто не могут там заниматься, даже младшие. У меня дети уже младше даже, они просто даже уже, простите, третий юношеский уже кидает в потолок и не может сделать. Мы их учим даже наоборот, говорим, кидай и кувыркайся быстрее, потому что ничего не остается, потолка нет, и риски очень сложно работать в таких условиях. И к тому же зал, он в ширину очень маленький, площадка соревновательная 13 на 13, а зал в ширину 10. И вот мы тренируем программу, когда, и дети приезжают на соревнования, мы им говорим, ты пока заворачивай сюда за угол, а там ты будешь делать прямо. То есть мы не можем пройти 13 на 13 по площадке упражнения. И это, конечно, создает определенные сложности. Ну, какое-то видение есть в развитии этого? Мы очень хотим, чтобы нам построили спортивный зал, который будет соответствовать всем нормам. И, конечно, это будет выход совершенно на другой уровень именно художественной гимнастики в нашем городе. И вообще развитие спортсменов в нашем городе. После соревнований в Нижегородской области, ну, допустим, наша воспитанница, ваша воспитанница заняла призовое место. У нее есть возможность поехать на межрегиональные или на всероссийские соревнования? И вообще есть ли такая возможность у школы? Да, конечно, такая возможность есть. И мы ездим на всероссийские соревнования регулярно. Они проходят в определенный период времени, и мы стараемся попасть туда. Ну, то есть, опять же, если занять призовое место. Нет, на самом деле не всегда. Это очень сложно. Не всегда, да. И вот как раз вот с этими сложностями. Ведь это же достаточно, ну, там, травмоопасный, наверное, вид спорта. Получают же девочки травмы? Получают. Но не самый травмоопасный вид спорта. Ну, не акробатика, да. Да. И сейчас, на самом деле, предметы в художественной гимнастике, которые раньше доставляли большие травмы, они становятся более безопасными в плане материала. Да, если булава летит, если раньше она была из жесткого пластмасса, то сейчас она более прорезиненная. И, конечно, если прилетит, то не доставит большого неудобства. Я считаю, что вот художественная гимнастика, как вид спорта, она имеет свои определенные сложности. Гимнастки занимаются больше, чем другие спортсмены, в разы. И так как система подготовки гимнастки состоит из различных, вот, хореографическая подготовка, общая физическая, специальная физическая, это все очень долго развивается, и приходится заниматься очень много времени. И очень много времени уделять той же хореографической подготовке. Это очень сложно, потому что девочки учат балетные различные элементы. Очень много тренироваться также, например, как легкая атлетика, то есть бегать, прыгать, скорость развивать. И поэтому трудность в том, что девочка очень много занимается, и этот вид спорта, в общем, он характеризуется долгими-долгими, очень трудными тренировками. Не получается такое, что он поглощает ребенка? Поглощает. Девочки приходят в этот вид спорта, если в 4 года, они просто не помнят другой жизни, они всегда здесь. Им кажется, что жизни без гимнастики не было, если они ее любят. Но если говорить вообще про травму, тут больше, наверное, нужно иметь психологическую подготовку. Я вот как раз к этому и пошла. Потому что не все спортсменки доходят, да, вот, грубо говоря, если она с 4 начала до 16, потому что это очень сложно и совмещать большое количество времени уделять спорту и школе, потому что образование в Сарове требует так же высоких результатов, как и мы тоже хотим, чтобы наши спортсмены высокие результаты. Поэтому тут, конечно, очень важно, чтобы и у спортсменов наших, и у родителей, и у нас тоже эмоциональное состояние психологическое позволяло. Да, это очень сложный вид подготовки, тут совершенно согласна с Екатериной, и я считаю, стоит на первом месте. Спорт всегда в голове, особенно у гимнастов, и это очень важно. Ну вот я вот так к тому, собственно говоря, и задавал эти вопросы, ведь многие наверняка не справляются, причем не физически, а именно психологически, когда они перестают выдерживать нагрузок, соревновательного процесса. Совершенно важно, как дети, и как родители, потому что с каждым годом увеличивается количество часов в этом виде спорта, увеличивается уровень сложности, и больше выездов, поездок, больше тренировок, и поэтому выдерживают ни родители, ни дети. К сожалению, многие сдаются, ну, как бы вот, к нашему большому сожалению. То есть не все до конца доходят, да? Не все. Не все. Если, например, в начальной подготовке у нас количество детей 15-20 первого года обучения, это мы, если говорим про бюджет, то уже до тренировочной группы, например, 3-4 года у нас доходит 8-10, это в идеале гимнасток, поэтому, конечно... То есть надо быть к этому, в принципе, готовым? Да, ну, действительно, и присутствует отбор как раз-таки тех спортсменов, которые не справляются и с физической нагрузкой, и с эмоциональной нагрузкой. И нужно понимать, что когда ребенок идет в секцию художественной гимнастики, ему трудно будет делить, например, это с другим видом спорта, или идти там в музыкальную школу, художественную. Слишком много часов она проводит в секции, приходится даже дополнительно заниматься, где-то даже онлайн потренироваться после недавней пандемии и так далее. Поэтому совмещать будет очень сложно, и когда мы говорим об этом родителям, они не сразу это понимают, к сожалению. Хотелось бы, чтобы они нас чаще слушали, прислушивались, потому что мы здесь, мы с их детьми, и очень хотим тоже результатов. Поэтому если родители думают, что мы не хотим, хотим, но это очень сложно, и поэтому... То есть родители зачастую более очарованы, чем дети, да? Да, и это часто бывает, да. И вот еще хочется сказать, чтобы работать в тандеме, потому что очень важно, чтобы был вот этот треугольник тренер, спортсмен и родитель, тогда все точно сложится. Это очень важно, совершенно верно сказала Катя, про это забыла, это просто на первом месте. Если какое-то звено где-то вот отстает, то становится... То есть если где-то рвется, то все. Да, это действительно очень сложно будет наладить. Если, ну, как правило, спортсмен, ребенок, он больше доверяет тренеру, потому что он много с ним проводит времени. Тут больше вопрос иногда к родителям, у которых свои амбиции, свои желания, и не всегда прислушиваются к тренеру, а нам, мы все равно смотрим более дальше, и нам видно намного лучше, нежели родителям. И с течением времени иногда бывает, родители говорят, да, действительно, вы были правы, надо было вот поступить так, тогда бы процесс наш был бы намного быстрее. Одну тему мы не проговорили, это все-таки вот текущий летний лагерь. Вот, может быть, поподробнее, да, что в этом лагере у вас, как он организован, где он проходит, и, как бы, собственно говоря, что на этих тренировочных сборах происходит? Он проходит на базах у нас, на трех базах. Проходит база юниор, база дельфин и база икар. Это наши основные базы, но они не лично наши. Наш зал находится на икаре, но он, опять же, не подходит по высоте потолка. Екатерина занимается в базе дельфина, а я занимаюсь в базе юниор. И девочки приходят к 9.30 утра, там сразу же начинается тренировочный процесс, который у нас разделен по, тоже на хореографическую подготовку, на специальную подготовку, на общефизическую подготовку. Занимаются практически до обеда с небольшими перерывами, потом у нас идет обед. И вторая часть, как правило, более такая спокойная, там или спортивные игры, или танцевальные какие-то различные упражнения, или мы идем просто в бассейн и так далее. Вот. Потом девочки уходят домой. Ну, то есть это на целый день история. Да, все вот этот спортивный лагерь дает возможность улучшить все подготовки спортсменов, то есть и физическую, и хореографическую, и эмоциональную. Мы работаем над всеми подготовками, и у нас сейчас новые правила меняются в художественной гимнастике, и это у нас большая возможность как раз-таки подготовиться, научиться новому. Новые всероссийские правила, которые Ирина Винер вела, и они более сложные, пока нет выездов на международные соревнования. Ирина Винер вела новые всероссийские правила, они довольно сложные и усложненные, поэтому приходится приспосабливаться. То есть придется перестроить работу школы, тренировочный процесс. Такие правила, если раньше они были международные, одинаковые для всех, то сейчас у нас будут отдельные правила именно для России. Для нашей страны, да. И вот эти новые правила, они направлены на то, чтобы все-таки не законсервировать ситуацию внутри, а как раз наоборот подготовиться. Спасибо, что пришли, просветили меня и, я надеюсь, вас, уважаемые телезрители, в том, что же такое художественная гимнастика в Сарове, как живет секция. Да, спасибо за приглашение. Спасибо, друзья, что были с нами, и мы с вами увидимся через неделю, и до новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»